И снова здравствуйте, в эфире мистер Сергей. Сегодня у нас совершенно необыкновенная гитара, а именно та самая 3-3-5. Гитара из «Назад в будущее», но ещё некоторое время на ней играл Биби Кинг и другие известные артисты, в том числе тот самый видеоролик, где Рича Блэкмор исполнял «Chilled in Time». Потрясающая совершенно гитара, в чём её конструктивная особенность. Эта гитара так называемая «центр-блок». То есть, посмотрите на картинку, внутри находится блок из массива дерева, а по бокам располагаются два уха. То есть она, как говорится, пустовата. Что даёт нам преимущество, можно побренчать. Действительно, как и акустическая гитара, если вы засели. Ну, знать, на грушетку фестиваля бывает приедешь в палатку, там сидишь с 335-й. Чем ещё заняться, как не поиграть какого-нибудь там Джерри Контрелла без гейна. Но, тем не менее, посмотрите, всё сделано из красного дерева. А гриф из печёного красного дерева. Накладка из палисандра, два хамбакера в вакуумной упаковке, что даёт нам непревзойдённую мутность звука, которая является большим плюсом, когда вы играете на 335-й модели. Четыре крутилки, переключатель. Но что самое интересное, во всех гитарах E-Art. E-Art делают упор на гриф. Гриф бесподобен. В первую очередь здесь вставлены стальные лады, которые оформлены с очень осторожным краешком, который никогда не режет вашу руку. Кроме того, здесь мультимензурный радиус из 9,5 на 14, который позволяет вам удобствовать. Но и это ещё не всё. Они додумались сделать мультипрофиль. То есть ближе к голове он достаточно плоский, как говорится, D. И когда вы играете соло, гриф должен быть круглый, мясистый, формата C. C-shape. Что даёт нам действительно большой уровень комфорта. И знаете, друзья, что может быть лучше 335-й? Правильно. Две 335-й. Вот такие вот красотки. Сегодня у меня одинакового цвета. Я специально заказал две. Просто чтобы проверить, насколько хорошо держится уровень качества от одной модели к другой. То есть можно сказать, что какой-то там фендер вам попал совершенно удачный, а другой не звучит. Вот чтобы такого не было, я решил посмотреть, на что способна компания E-Art в своих двух моделях. Я настроил высоту струн и звукоснимателей точно по линеечке, для того, чтобы тест был правдоподобный. Давайте скорее же перейдём к звукам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 С вами был мистер Сергей.